Настоятели монастырей для того, чтобы не пал духом послушник, не пал духом монах от различных духовных упражнений до физических упражнений, молитвенного подвига, они где-то позволяли себе шутку. Мы знаем даже, кстати, монашеские анекдоты. Хотите, я вам расскажу о монашеских анекдотах? Я думаю, наши телезрители с удовольствием. Вы поймете, что это действительно монашеский анекдот, потому что речь идет о пустыне. Идет монах по пустыне и встречает льва. Навстречу ему движется лев. Монах в страхе, естественно, взмолился Господу Богу, сказал, Господи, молю тебя, да пусть этот лев станет православным. И вдруг действительно озаряет льва свет, он становится на колени и произносит молитву. Лев. Лев. Очень все на тебя, Господи, уповают, тогда ешь им пищу во благовремя. То есть лев молится перед едой, как православный, действительно. Но вы же понимаете, что это древнейший анекдот. Да. Судя по событиям, это явно 4-5 век. Тогда, когда в пустыне, очень много было монахов, до десятки тысяч монахов спасались. Понятно. То есть чувство юмора присуще было и святым отцам, чувство юмора присуще было христианам. Но другое дело, качество. Вот мы сейчас с вами рассмеялись, но мы же не увидели здесь пошлости, мы не увидели здесь какой-то скабрезности. Внезапно выросшего нашего преимущества над ближним. С тем поводом, чтобы нам посмеяться над недостатком. Нет, когда в анекдоте или в истории какой-то существует фактор унижения, мне такие истории не нравятся, потому что читателю интересен он сам в тех или иных рассказах, стихах, произведениях. И юмор тоже, он же меняется. Особенно последнее время. Вот если вы возьмете анекдоты времен Пушкина, то это целые истории с таким юмористическим окрасом. Да. Вроде бы, да, и там и гусарские анекдоты, и все, но они обязательно длинные, сводные какой-то, пока дослушаешь его до конца. Вы знаете, что, например, в начале того века, чтобы человеку составить впечатление о другом человеке, вот мы увидели, с вами разговариваем, и я по вашему внешнему виду, по вашей речи, по оценке тех или иных событий, мне надо, тогда человеку понадобилось бы 4 минуты, 4 минуты, чтобы составить о собеседнике впечатление. А сейчас, в начале этого века, буквально через 100 лет, человеку, чтобы составить впечатление о собеседнике, нужно 4 секунды. Потому что у нас очень много информации, от этого речи наша становится все сокращением. А раз речь сокращение, сокращение, то и анекдоты короче. Анекдоты сейчас вообще в себе раз, два, три слова, и уже все понятно, и уже смешно. Вот Петросян, к примеру, это авторский юмор, ему специально пишут, там есть особые законы, понимаете, вот он вышел, начал говорить, через 5 секунд должна быть реприза, реприза, после которой люди смеются, то есть человек засмеялся, дальше еще, еще раз, опять реприза, все рассчитано. Но это все действует на людей определенного возраста, определенного образования и, соответственно, определенного чувства юмора. Понимаете, человек может сказать, я о себе дурак, он может сказать, что я неграмотный, он может сказать, что у меня нет слуха, я в операх не разбираюсь, но ни один человек не скажет о себе, что у него нет чувства юмора. Он обязательно скажет, что, нет, чувство юмора у меня есть. Правда, он шуткой рассмеется через три дня, но что говорит тоже о наличии чувства юмора. Может, я не прав? Нет, вы правы, несомненно, другое дело, что вот меня знаете, что сегодня огорчает? Огорчает и где-то даже, может быть, удручает обилие, засилие сегодня совершенно пустых якобы юмористических передач, которые только вызывают дикое какое-то ржание. Я вообще стараюсь телевизор смотреть поменьше. Тем более, что у вас его нет. Тем более, что, да, у меня его и нет. Но, тем не менее, вот попадаешь где-то, все равно смотри, постоянный хохот, постоянный ржач, понимаете? При том, что окружающая действительность совсем не располагает к тому, чтобы безудержу, а может быть, наоборот, люди пытаются найти там какое-то... То есть, казалось, классиков, мир выжил, потому что смеялся. Вы знаете, нет. Сегодня, пожалуй, мы должны другой эффект увидеть. То есть люди уходят... Люди из Реала ушли давно не в компьютер, они ушли давно в телевизор. Это произошло не 10 лет назад, а это произошло 25-30 лет назад. Люди живут там. Чего нет по телевизору, того нет и вообще. А по телевизору, если один хохот, если одни и те же лица мелькают с канала на канал, и стоит вот этот просто дикий ржач, хотя смеяться не о чем, это говорит... И жрач и жрач. И жрач, да. То мы только должны, наверное, сделать вывод о тяжелой заболевании, болезни духовной внутри общества, которое в первую очередь должно вытрезвиться. Вот почему сегодня в Великом посту мы с вами заговорили о этой теме, да, может быть, кто-то скажет, неуместно. Но с другой стороны, понятие трезвения адекватного более-менее восприятия действительности, вот, а действительность такова, что мы грешны, а вокруг нас, к сожалению, разруха, духовная разруха, она должна... Патюшка, это довольно интересно. Мы с вами сейчас, находясь в телевизоре, критикуем телевидение. Несомненно, да. Ну, я вижу... Знаете, я вам скажу одну вещь, которая меня очень умно научила. Когда-то в одном городе, ну, началось кабельное телевидение, и ребята пускали после полуночи эротику. И вдруг звонит человек, чувствуется по голосу, что он ветеран войны 1812 года, и бронится вовсе, ругается, что вы показываете по телевизору, это же безобразие. А режиссер нормально его спрашивает так, скажите, а у вас что, телевизор сломался? Он говорит, нет, работает. Ну, так выключите. Знаете, это лукавство в какой-то мере, потому что выключить не нравится не смотри, но настолько у нас сегодня проник вот этот вот идол, да, телевизор в нашу жизнь, что выключить это, знаете, нужно иметь очень большую силу воли и, наверное, какой-то решимость. Ты обязательно выключай, переключи. Если тебе не нравится Петросян, включай Comedy Club, если тебе этот юмор нравится. А может, тебе нравится юмор коллективный, КВНовский. Хотя это абсолютно авторский. КВН – это авторский. Там сидят люди, пишут. Такого нет, чтобы... Это мало людей, которые сами пишут и сами произносят, типа Жванецкого или Задорного. Авторы-юмористы. А остальные все ребята, те же уральские пельмени, группа авторов сидит, пишет и за это получают деньги. Они профессионалы всякие, притом солидные люди. Не только Петросян, но и другие все. Поэтому... Но юмор – это все-таки идеология. Несомненно. И я скажу вам больше того – это идеология радости. Дай Бог, если не идеология разрушения, Юрий Генрихович. Дай Бог. Поэтому юмор нужен, наверное, где-то, да, и необходим, но он должен вести человека все-таки к изменению, к лучшему. К осознанию своей, в первую очередь, недостоинства, своего, своей греховности. Смеяться, наверное, в первую очередь надо... Над собой. Над собой, да. А если мы смеемся над собой, это все равно акт смирения. А смиренных Господь любит и призывает нас, собственно говоря, к смирению. Тем более, что вот великопостное время, оно располагает. Посмотрите, даже это у нас великопостное время, а мы с вами сегодня говорили о радости, о веселье и настроение наше отнюдь не угнетенное. Да, ну нет, конечно, это не должно быть так, да. На этой ноточке и разданемся. Дай Бог, дай Бог. Всего доброго, хорошего вам по-настоящему настроению. Субтитры создавал DimaTorzok